Здравствуйте! Вы смотрите программу «Формула здоровья» в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Оксана Алексеевна Маслова, заведующая Центром амбулаторно-онкологической помощи Одинцовской областной больницы. Здравствуйте, Оксана Алексеевна! Здравствуйте, Мария! Очень рада вас видеть. Хотелось бы в первую очередь поздравить с вашим маленьким юбилеем. С вашим днем рождения исполнилось Центру один год. В октябре прошлого года Центр амбулаторно-онкологической помощи на базе Одинцовской областной больницы был открыт. Вот каким этот год был для вас? Ну, в общем-то, первый год был достаточно серьезным. И в плане того, что мы должны были адаптироваться на новом месте, включиться в работу, причем сделать это достаточно быстро, и, в общем-то, набрать полную мощь для того, чтобы исполнить те задачи, собственно, которые перед нами были поставлены Минздравом и нашим руководством. В общем-то, достаточно быстрым был переезд. Раньше мы располагались на базе второго терапевтического отделения на Можайском шоссе. И, в общем-то, мы уже достаточно готовы были к тому, что когда-то нам предстоит переехать. Поэтому, в принципе, особых сложностей не было. В пятницу дают нам команду. За выходные мы переезжаем, раскладываемся, расставляем технику. И в понедельник уже в полном объеме мы функционировали. Ну и, в общем-то, как говорится, как запрягли, так и поскакали достаточно быстро. Все привыкли, влились в работу. И, в общем-то, на сегодняшний день у нас достаточно высокая проходимость в отделении. Помимо того, что пациенты записываются, у нас очень много приходит по живой очереди пациентов. И, в общем-то, никому не отказываем, всех принимаем. Оксана Алексеевна, несмотря на то, что центру всего лишь год, у вас уже просто потрясающие успехи. Вы стали лучшими, одними из лучших в стране. Ну, в общем-то, есть повод гордиться. Но, с другой стороны, конечно, это повод для того, чтобы напряженно работать постоянно над собой и совершенствоваться. Да, действительно, у нас в этом году приезжал большой коллектив из Росздравнадзора Российской Федерации. В том числе приезжали представители Росздравнадзоров и Министерства здравоохранения 20 субъектов Российской Федерации Центрального и Федерального округа. Мы показывали, что у нас есть, рассказывали о себе. У всех была возможность посмотреть, как это работает, потому что это был рабочий день. Мы не останавливали ни на минуту приема. Поэтому, ну, в общем-то, да, по итогам этого мероприятия мы услышали и узнали о том, что мы действительно были признаны лучшим центром амбулаторной онкологической помощи. А в чем уникальность именно нашего центра амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы? Ну, наверное, об уникальности было бы громко рассуждать, потому что, в принципе, каждый центр амбулаторной онкологической помощи формируется на основании приказа Минздрава. Там уже заложены какие-то определенные требования к этому центру. Иначе бы он не стал центром, а существовал бы как первичный онкологический кабинет. Но, во всяком случае, у нас действительно так сложилось, что в нашем центре практически в пределах одного здания мы имеем возможность практически полный цикл обследования пациента. От момента прихода его и попадания в кабинет врача-онколога и до завершающего этапа, когда устанавливается диагноз и стадия заболевания. Вот это все у нас происходит в пределах одного здания. И врачи-специалисты, и медицинское оборудование у нас представлено практически в полном объеме. За исключением, ну, наверное, такого метода исследования, который в Московской области осуществляется только в двух местах. В медицинских центрах сети PET-технологи. Это PET-КТ-диагностика со специальными радиологическими веществами. Ну, вот это единственный метод, который мы не можем пока осуществить на практике. Все остальное у нас, в принципе, есть. Как раньше осуществлялась маршрутизация таких пациентов, и как она сейчас строится, эта работа? Ну, надо сказать, что, наверное, до 2019-2020 года, пока у нас не появилось полноценного оборудования, маршрут чаще всего выглядел следующим образом. Врач первичной диагностики первичного звена, терапевт, хирург, дерматолог присылал пациента к врачу-онкологу. Врач-онколог разбирался с тем, что происходит с пациентом. Все, что было возможно, ультразвуковая диагностика, компьютерная диагностика, компьютерная томография, мы это делали в нашем центре. Но чаще всего пациенты уезжали в федеральные научные центры города Москвы, где, собственно говоря, их дообследовали и лечили. На сегодняшний день практически мы замкнули цикл и диагностики, и лечения в пределах Одинцовской областной больницы. Потому что у нас есть возможность выполнять такие сложные методы диагностики, как лапароскопическая диагностика и брюшной полости заболеваний, и грудной клетки. У нас есть чудесные специалисты на базе хирургического отделения, собирали их, ну, в общем-то, из ведущих учреждений. Мы гордимся тем, что у нас на сегодняшний день очень хорошие специалисты с громким именем и репутацией в пределах не только Московской области, но и Москвы, и Российской Федерации. И, в общем-то, они делают практически все. То есть получается, что сегодня жителям Одинцовского округа достаточно обратиться за помощью в Центр амбулаторно-онкологической помощи при Одинцовской областной больнице и далеко не ездить. И уже по результатам полного обследования будет приниматься решение. Да, совершенно верно. Это именно так. Сегодня врач может все практически сделать пациенту, не направляя его в Москву и в федеральные центры. Как работает на базе центра стационар? Проводится ли химиотерапия? Проводится ли лечение? В этом году у нас в полную мощь зафункционировал дневной стационар, где мы действительно проводим на сегодняшний день лекарственное лечение пациентам. Наша мощность рассчитана на 20 коек. И, ну, в общем-то, мы стараемся те схемы лечения, которые не требуют круглосуточного пребывания в стационаре пациента, проводить как раз на базе Центра амбулаторно-онкологической помощи. Совсем недавно съемочная группа телеканала побывала у вас в Центре. Давайте посмотрим. А теперь смотрите фокус-мокус. Обычная родинка под прицелом дерматоскопа выглядит очень фактурно. Так называемая современная интеллектуальная система ставит первичный диагноз пациенту за считанные минуты. Оптическая система, да, потом оптическое изображение передается на экран. И здесь встроено программное обеспечение. Доктор включает анализатор, да, который определяет в течение нескольких секунд, что это за образование. И выдает определенную шкалу от нуля до единички, да, с уже оценкой этого образования. Хорошая, да, это зеленая зона, желтая – это зона, которая требует наблюдения. И красная зона – это однозначно уже подозрение на что-то нехорошее. Уже год на пятом этаже здания Одинцовской поликлиники номер один функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи. Приемные кабинеты, кабинет биопсии. В дневном стационаре пациенты проходят химиотерапию. Все оснащено по последнему слову техники и максимально удобно для больных. Такое оборудование есть не в каждом даже крупном онкоцентре. Работает шесть квалифицированных специалистов. У нас следующий этап. После того, как мы завершили полный цикл обследования, установили диагноз, мы отправляем пациента на врачебный онкологический консилиум. Так делают практически все врачи-онкологи Московской области, поскольку маршрут у нас именно так прописан Минздравом. На консилиуме у нас присутствуют врачи-химиотерапевт, радиолог, который должен дать рекомендацию по лучевой терапии, врач-хирург. Ну и, собственно говоря, иногда могут приглашаться какие-то иные специалисты, так как мы понимаем, что онкология – это не билет, который вытянул счастливый пациент, и он теперь навсегда освобожден от гипертонической болезни и прочей хронической патологии. Для пациента с онкологическим заболеванием каждый день на счету. Современная техника, грамотные специалисты и точный диагноз спасают жизни. А непосредственное соседство Центра амбулаторной онкологической помощи с другими врачами Одинцовской больницы облегчает работу онкологам и повышает качество медпомощи. Оксана Алексеевна, 29 ноября в Центре амбулаторной онкологической помощи Одинцовской областной больницы состоится День открытых дверей. Расскажите об этом мероприятии. Впервые ли проходит эта акция? В общем-то, Дни открытых дверей мы стали проводить уже с 2020 года. И он самый первый День открытых дверей, он тоже был посвящен диагностике заболеваний кожи и в частности диагностике меланомы. У нас проходил День открытых дверей, посвященных заболеваниям молочной железы в этом году. И сейчас на 29 число мы ждем пациентов Одинцова. И не только пациентов, а жителей Одинцова. Если вдруг у вас есть какие-то подозрения на заболевания кожи, какие-то подозрительные элементы, вы можете прийти в порядке живой очереди. У нас в этот день будут работать три врача-онколога, которые будут вас осматривать. При необходимости у нас есть чудесный аппарат, который называется PhotoFinder. Это интеллектуальная система оценки образований кожи со следующей возможностью взятия биопсии и последующего при необходимости хирургического лечения. Для того, чтобы попасть на прием к доктору, вам всего лишь необходимо взять страховой полис, паспорт, прийти в поликлинику, подняться на пятый этаж, где мы вас все ждем. Маршрут будет обозначен, кабинеты врачей также будут обозначены. В какое время приходить пациентам и необходимо ли предварительно записываться на день открытых дверей? Записываться не нужно, приходят все. Мы постараемся при необходимости подключить дополнительных врачей. Ну получается, это с 9 с 8, с 10 часов утра. И с 9 утра мы открываем свои двери, до 16 часов мы ждем всех желающих. То есть в течение дня можно прийти, пройти обследование и получить рекомендации врачей? Совершенно верно. Почему была выбрана именно меланома? В общем-то меланома считается одной из самых агрессивных, непредсказуемых опухолей. Она встречается достаточно часто. И несмотря на то, что, ну казалось бы, находится опухоль на поверхности, да, она всем видна, к сожалению, очень часто обращаются в запущенных формах. Практические соотношения начальных стадий, когда еще возможно радикальное излечение и каких-то запущенных стадий, ну практически 50 на 50. Поэтому, конечно, такие вот скрининговые программы по раннему выявлению меланомы, они играют очень важную роль как раз в своевременной ранней диагностике и, соответственно, радикальном излечении пациентов. Есть ли говорить о тех целях и задачах, которые вы сегодня ставите перед своим коллективом? Ну, в общем-то, расти дальше, безусловно, потому что медицина на сегодняшний день тоже не стоит на месте, да. Постепенно мы хотим постигать особенности и возможности лекарственной терапии, да. Сегодня появляется множество новых препаратов, которые мы бы тоже хотели использовать в нашем дневном стационаре для лечения пациентов. Безусловно, нам бы очень хотелось расширять возможности диагностики, безусловно, мы хотим взять еще в коллектив несколько врачей-онкологов, потому что, ну, не должен онкологический пациент долго ждать записи к врачу, а практически, как это правильно, Минздрав, в общем-то, задумал в своих регламентирующих документах, пациент должен приходить и в один-два дня получать уже какую-то помощь, потому что мы все понимаем, не только в диагностике здесь заключается роль наша, а еще и в том, что неопределенность у пациента, что с ним происходит, порождает ненужные страхи, а врач-онколог все-таки может каким-то образом успокоить и настроить пациента на позитивный лад. Ну, пациента и семью, потому что поддержка семьи в этом вопросе очень важна. Да, в первую очередь, конечно, пациента, во вторую очередь и близких, и родных. Оксана Алексеевна, Вы сказали о том, что сегодня в коллективе трудятся врачи, которые могут дать фору на уровне всей страны, да, другим своим коллегам. Как удается привлекать специалистов такого уровня? Все-таки близость к Москве, разрыв в заработных платах? Вы знаете, если философски отнестись, да, к профессии врача, то, наверное, для большинства врачей не экономический аспект, хотя и он, конечно, тоже очень важен, а социальный аспект очень важен. Врач – это профессия, которая подразумевает самореализацию специалиста. Здесь очень интересно, потому что на протяжении долгого времени у нас не было достойной хирургической службы, она вот только-только в течение последних нескольких лет создается. И спасибо нашим руководителям, которые умеют привлечь и заинтересовать таких специалистов, не только с точки зрения самореализации, но и, в общем-то, с экономической точки зрения. Пациентов много. Пациенты очень интересные, пациенты бывают очень сложные. И тем, наверное, и привлекаем мы врачей, что здесь обширное поле для деятельности и для профессионального роста. Привлекаете ли вы в каждом конкретном случае специалистов, возможно, из других регионов или из ведущих центров и клиник Москвы и нашей страны? Вы знаете, на сегодняшний день... Есть ли вот это общение, как оно строится, используете ли в своей работе телемедицину и ее возможности? Два вопроса в одном, поэтому начну с первой части, насчет привлечения специалистов других регионов. Действительно, на сегодняшний день Минздрав помогает нам в поиске специалистов. Существуют всем известные социальные сети, да, такие, как Headhunter. И, собственно говоря, огромное количество вакансий специалистов, которые ищут более интересную работу. Нам находят там специалистов. Вот мы сейчас рассматриваем ряд врачей, которые приедут к нам из регионов. А в отношении второй части телемедицины. Телемедицина. Да, действительно, сейчас это очень актуальная тема. Мы только-только в начале пути начинаем внедрять. У нас проходят первые телемедицинские уже консультации. Еженедельно мы отчитываемся перед Минздравом, как это и в каком количестве происходит. Поэтому, да, я думаю, что за телемедициной, как мы поняли уже в условиях пандемии, наверное, будущее. Пациенту не надо никуда ехать. Он привозит все свои документы лечащему врачу. Лечащий врач отправляет это все в адрес врачебного онкологического консилиума, где собираются светила онкологии. Да, принимается некое решение в отношении этого пациента. И обратная информация в течение какого-то короткого промежутка времени возвращается. Мы ее излагаем уже в документальной форме. Отдаем пациенту и движемся уже по тому маршруту, который мы, в общем-то, отработали. Оксана Алексеевна, спасибо вам за интересную беседу, за интересное интервью. Что бы вы пожелали нашим телезрителям? Конечно же, здоровья. Очень хотелось бы, чтобы, если вдруг с вами произошло такое несчастье, и вам установили онкологический диагноз, чтобы вы не отчаивались. У нас есть очень прекрасные возможности сегодня и по лекарственному, и по лучевому лечению. Поэтому важно прийти своевременно к врачу, не бояться не сидеть дома, а приходить и своевременно лечиться. Здоровья всем вам и вашим близким. Спасибо вам. Я напоминаю, что 29 ноября с 9 часов утра до 16 часов в Центре амбулаторно-онкологической помощи Одинцовской областной больницы состоится день открытых дверей. Приходите, задайте свои вопросы специалистам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...